И вот я бы хотела такой с небольшим этнографическим оттенком, этвакой, да. Ну, я думаю, никому не надо объяснять, о чём это. Я в Москве долго пыталась объяснить, что это, почему это. Так, ну, вы всё-таки поймёте. Ну, Шартаеву, Калмановичу, я срежуну под Шикарта, в Чайнинске, в феврале, где там тихо было. Гарсову сонансов, аж дед Куло Литвовос, не вен дабартиней, а плепеджиус. Даугу-духу метов, о шею, шита книга, бандо комитину, там, ну, шешием, гиевенимом, метов, куриуму. Далис, публикос, галай, не жином, праджиос, но история ира. Я предварю чтение этого стихотворения маленькой зарисовкой из жизни. Значит, однажды мы ехали в Ниду через Каунас, в Каунасе нам надо было повидаться с Гентерасом. И мы сидим на автовокзале, ждем своего автобуса, и вдруг подходит, значит, бомжа Стулос и спрашивает у Гентераса сигарету. Гентерас достает только что купленный блок, потому что он очень много кудет, он покупает сразу блоками, а то и 10 блоков может купить. Открывает, значит, блок, достает пачку, открывает пачку, достает сигарету, дает, значит, тот, увидев столько сигарет, говорит, да еще одну. Типа, брат, да вот брат, да как же, значит, Петерас встает. В общем, это просто, ну, там ему ничего не надо было делать, чувак сразу растворился, просто распался на куски, быстро убежал, исчез и сник. И я так, ну, осознала, что, в общем, я имею дело с настоящим народным героем, да? Шаптай в печали, кончились патроны, Весь день ищу, чтоб бой меня прикурил, Бескурьева в субботу как-то стремно Сквозь землю провалиться без перил. Истории пристало повторяться, Пусть в виде фарша я уже привык. Труба, гнездо, сорока жарит яйца, Все, братцы, репарациям кирдык. Пришла весна, и веселится Вася, Что в новых Васюках мы будем жить. Все квасят, только каунас не красят, А он мечтал столицу служить. Че как дела, подкатит у вокзала Какой-то бомж, дай закурить. Ну, на, кури, а литвакам Литва сказала. Послушайте, вас много, я одна. Я бы отсюда прочитала бы с удовольствием и попросила бы Ген Тарасову прочитать стишок по названию книга «Эзекииля» духовного содержания. Я знал, что гранина книга «Эзекииля»? Книга существует... Ар не, но... Висас сасканус... Атитикту... Книга. 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 Безус в бежок, как благо орова, вангкат, снегорит. Веснуки, дуок, и пенега нетуок. У меня нет кумшчей. Пенега нету, наше время нету. Взбоба мне присвешил в ночь. Смурто гребе «ише домом». Ты говорил, что у мотора стоит терять, что он придет сфиндить. Мы сейчас, когда мы были в беде, мы были в беде, то мы были в беде, и мы были в беде. Я раньше уважал Иезекииля, старик писал в люди свое добро, не допуская, чтобы тебя отдаили, и ставили вопросы на ребро. Злой человек, усилий не жалея, торопится залезть к тебе в карман. Навешает лапши, нальет елея, предложит отвлекающий дурман. Не подавай руки ему, прохожий, не отвечай про хвосту ничего, а лучше сразу бей его по роже, вопросов меньше будет у него. Старайся не встречаться с прокурором, подальше от налоговой держись. Бродягой придет к тебе с побором, ты денег не давай ему ни в жизнь. Сегодня я скажу Иезекиилю, все, что писал, полная херня. Нет денег, и спасаясь от насилия, сбежала ночью баба от меня. Ты говорил, что их лелеять надо, и вскармливать младенцев по часам, а я не стал, и вот моя награда. Ступай, говорит, и на все четыре сам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ